Здравствуйте! Про спорт в эфире Первого областного в студии Дмитрий Пустовой. И в ближайшие 15 минут мы поговорим о важнейших событиях из мира Орловского спорта за прошедшую неделю. Попытка не пытка, если поможет, будет действительно хорошо. Ухватиться за соломинку. Чтобы разобраться в удручающей игре орловских футболистов, спорткомитет позвал на помощь специалистов по отпечаткам пальцев. Если начинаешь задумываться, как на нее входить, не зайдешь. Холодные игры. Орловские моржи открыли сезон водных уличных процедур. Начать решили с 25-ти метровой дистанции. Все получилось сделать или нет? Нет, я упала. Ледниковый период по-орловски. Среди тех, кто не побоялся встать на коньки и попытаться пробиться в финал ледового шоу, были и семилетние, и семидесятилетние. Итак, на этой неделе орловские футболисты испытывали себя, нет, не на прочность, а на предрасположенность к спорту, в частности к футболу. Путем сканирования отпечатков пальцев программа «Инфолайф» давала подробный отчет, годен ли игрок и в том ли амплуа он выступает. Я также, воспользовавшись служебным положением, на себе испытал действие чудо-прибора и узнал нерадостные новости. Ни к одному из видов командного спорта я не предрасположен. Но обо всем по порядку. Толкучка в коридоре бассейна имени Ленина вызвана приездом представителей фирмы «Инфолайф». Их как панацею от ужасной игры «Факорел» пригласил спорткомитет. Пришло в голову само тестирование, потому что хочется помочь команде нестабильно играющей. Я уже говорила об этом. Я не знаю, поможет или нет на самом деле, но попытка не пытка. Если поможет, будет действительно хорошо. Ухватиться за соломинку решено было после стабильного предпоследнего места, на котором команда пребывает в настоящий момент. В тестированиях компании ранее участвовали и такие известные спортсмены, как Алексей Немов, Костя Дзю и другие. Прибор не обманул. Данное тестирование основано науке дерматоглифика и имеет точность 92%. Все остальное, 8%, это погрешность. Среда обитания, человеческий фактор. Весь состав «Факорел», начиная тренером и заканчивая школьниками, которые сейчас тренируются в команде, прошли тщательное исследование путем отпечатков пальцев. Вот способности к спорту. Командные виды спорта, дистанционные виды спорта, силовые виды спорта. Эта программа позволяет добиться небывалых результатов. Если говорить о футболе, то на экран выводится предрасположенность игрока к тому или иному ампуа. Другими словами, дает понять тренеру, а то ли место на поле занимает футболист. У человека ярко выраженный показатель, то есть зашкаливает чем 100%, это нападающий. Человек-спринтер, может выкладываться молниеносно и обладает большой степенью ускорения. И вот такой вопрос, а кем вы на самом деле в команде? Сейчас я защитник, но был нападающий, потому что мы в этом сезоне практически все футболисты поменяли свои ампуа. По словам защитника, ну или как показал тест нападающего Мирошкина, результаты вызывают ряд вопросов. Там был также момент, что танцы, это большой процент, то есть открою вам секрет, что танцевать я не умею, поэтому здесь погрешность есть. По крайней мере не то, что не умею, не пробовал я. После теста, возможно, клуб любителей покрутить па на паркете увеличится, но тренер футболистов Игорь Лузякин к таким исследованиям скептичен. В любом случае все показывает игра, футбольное поле и мяч. В любом случае. А операция чисто, это только косвенные какие-то показатели. Мы решили тоже принять участие в уникальном тестировании по отпечаткам пальцев, чтобы понять, насколько журналистика и спорт совместимы. А может быть журналистика это вовсе то, чем не стоит заниматься. По поводу игровых видов спорта, это бильярд, стрелковый спорт, фехтование и шахматы. Это говорит о том, что вы сильная интеллектуальная личность, поэтому можете просчитывать шаги наперед. Но пока по данному тесту мне светят только в шахматах. Ну, ярко выраженные способности, да, именно в шахматах. Ну что ж, как говорится, шахматы так шахматы. К слову, я занимался ими, когда ходил в школу, но потом бросил. Как-то не нравились сидячие виды спорта, хотелось больше движения. Но оказывается, если бы не бросил, то вы и гляди, сейчас бы, наверное, играл наравне с Каспаровым, Карповым и Крамником. Да, чуть не забыл, я же упустил самое важное. Что же показало сканирование пальцев основных 11 футболистов? Итак, вот краткое резюме. Команда в целом игровая, хоть и есть люди, абсолютно не приспособленные ни к одному виду командного спорта. Если же говорить о тех, кто приспособлен, то здесь сканирование показало, что у команды полностью отсутствует линия защиты. То есть тех, в кого от природы заложены навыки обороняться. Так что теперь причина постоянных проигрышей в «Факарел» понятна. Но от этого как-то легче не стало. Ну что ж, перейдем к другим темам. И сейчас коротко о том, что же произошло в мире спорта за неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Воскресенье на стадионе городского оздоровительного центра прошел междугородний футбольный турнир среди детей 2005 года рождения. В гости к нам приехали команды из Железногорска, Курска, Брянска, Ливен и Корсакова. Пока закончились игры в подгруппах, на данный момент наша команда первая в нашей подгруппе. Вот ждем результатов и соперников. В итоге упорных поединков самыми стойкими оказались малыши из команды «Факарел», оставив на втором месте брянских «Динамовцев». Так что неплохая смена растет тем, кто сейчас выступает под флагом зеленобелых в российском чемпионате. Орловские баскетболисты продолжают побеждать в первой лиге. Минувшие выходные команда госуниверситета у НПК играла на выезде с клубом «Тамбов-2». Первая встреча завершилась со счетом 64-74 в пользу гостей. Итог второго матча был более убедителен. Орловчане одержали победу со счетом 82-54. Самым результативным игроком стал Алексей Ветров. В его активе 21 очко. После этого тура наша команда ушла с последнего места и делит третью-четвертую строчку с баскетболистами «Брянска». И в завершении баскетбольной темы новость из-за океана. Защитник «Лейкер» Скоби Брайант в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой» сумел преодолеть рубеж в 32 тысячи набранных очков. 36-летний баскетболист стал четвертым в истории лиги, достигшим такого результата. На первом месте по этому показателю легендарный баскетболист Карим Абдул-Жабар, на счету которого 38 387 очков, второй Карл Малон 36 928 и третий Майкл Джордан 32 292 очка. Программа «Про-спорт» присоединяется к поздравлениям великому баскетболисту. Воскресенье на левом берегу Орлика возле спорткомплекса «Труд» собрались экстремалы со всего региона. Объединил их третий чемпионат Орловской области по зимнему плаванию. Но моржам не просто нужно было залезть в ледяную воду, но еще и посостязаться на время, проплыв в 25-метровый отрезок. За бесстрашными людьми наблюдала и наша съемочная группа. Буквально через несколько минут по этой лестнице будут спускаться участники третьего чемпионата Орловской области по зимнему плаванию. Температура воды всего лишь 4 градуса тепла, но это никого не отпугнуло. Напротив заявки на участие подали 27 человек. Самому старшему из участников 73 года. Радость на моих лицах и на ваших тоже. Вперед всем в воду! Такой призыв моржа, только что вылезшего из ледяной воды, поддержали, мягко говоря, не все. Большинство пришедших поглазеть на экстремалов одобряли их храбрость, но о том, чтобы присоединиться и пополнить их ряды, не было и речи. Среди тех, кто решился испытать себя на прочность, мы заметили и мастера спорта по пауэрлифтингу Александра Алдошкина. Говорит, ничего не напутал. Моржевание полюбил не меньше железа. Хобби выбрал почему? Захотелось новенького в жизни, экстремального. Быть заел, пресность жизни, захотелось себя взбодрить. И год назад я так подумал, всегда холода боялся, холодной воды. Думаю, как эти люди лезут в воду? Думаю, я, наверное, в своей жизни так никогда не смогу. А потом так подумал, а почему не смогу? И смог. С третьего чемпионата по зимнему плаванию пауэрлифтер ушел с золотой медалью. Привычка побеждать сыграла не последнюю роль. Эмоции же у тех, кто переборол себя, зашкаливали. Надо почувствовать. Словами это не выразишь, а почувствуй, где-то можно. Особенность пустого, как выходишь из воды. Я лет 20-25, наверное, принимаю контрастный душ, обливаюсь. После того, как пошла на пенсии, хожу на пляж каждое утро. Ну а как в воду заходишь? Ну как я могу сказать? Я отключаю голову. В воду захожу я совершенно без головы. Потому что если начинаешь задумываться, как в нее входить, не зайдешь. Дистанция, которую предстояло преодолеть спортсменам, 25 метров. Сначала чувствуешь холод, обжигает ледяной водой. А потом, когда плывешь, уже согреваешься, не холодно. А выходишь, уже жарко прям, бодрит. Быстрее всех в своей возрастной группе дистанцию преодолел и сотрудник полиции. Александр Сергеев закаляется больше 10 лет. Занялся экстримом благодаря отцу. Как-то поспорили. Сидеть с столом. Молодежью, разница, я не вижу. Давай, слабак. Сможешь. Да, они, видимо, готовятся. Я разозлился и вышел после этого. Переборол себя и начал дальше заниматься. Самое главное, на чем акцентировали внимание моржи, это не просто залезть в воду. Главное, это психология. Ведь это сообщество исключительно позитивных людей, которые просто любят жизнь. Я буду обливаться водой и стану моржом. 34 золотые медали в копилку своей сборной положили орловские файтеры на завершившемся открытом чемпионате и первенстве Орла по кикбоксингу. Он прошел в минувшие выходные в городском оздоровительном центре. Помимо наших соревнованиях приняли участие спортсмены из Брянска, Курска и Белгорода. Присутствовал на турнире и чемпион мира Влад Туйнов. Но именно присутствовал. Почему его не было в сетке выступающих, расскажем далее. Поджимать надо. Андрюха, Андрей, прямыми, прямыми. Подсказки Андрею Балабанову от тренера и духовного наставника позволили по ходу боя нащупать слабые места соперника и вырвать победу. Не нокаутом, конечно, но все же. Были такие ошибки технико-тактические. Когда нужно было соперника поджимать, он, получается, бегал за ним по кругу. Из-за этого он не мог часто доставать его. Ошибки были, но я старался, чтобы сделать правильно. Но и на ошибки не буду работать. А что, какие ошибки были? Ну, плохо поджимаю, как мне тренер говорил. Ну, и больше, ну, упор на ноги делать. Как всегда, наибольшее количество спортсменов представляет школа Чадиных. На двоих у Андрея и Владимира 56 бойцов. Я выставил 13 человек. У меня из них 12 в финале. Ну, надеюсь, процентов 80 будут чемпионами. Всего же за два турнирных дня в ринг вышли 167 бойцов. Общекомандное первое место осталось за Орловскими кубоксерами. Ну, у нас уже у каждого клуба есть свои хорошие, классные спортсмены. В принципе, они уже являются фаворитами, они уже прошли все в финал. Ну, а что будет дальше, покажут поединки. Поединки показали. Орловский кикбоксинг продолжает свой стремительный рост. Даже несмотря на то, что целая плеяда чемпионов повесила перчатки на гвоздь, сменим их на белую рубашку и бабочку. Еще один чемпион, только действующий в этих соревнованиях также не участвовал. Но мотивировано это отнюдь не завершением карьеры. А почему не выступаешь сегодня? Сейчас к Брюславе готовлюсь к бою, и чтобы не травмироваться. Ну, хотя я хотел бы повоксировать, но тренер сказал, что не надо. Еще к тому же вес гоняю чуть-чуть, придерживаю. И чтобы не травм, ничего, и чтобы себя чувствовал нормально. Абсолютно все участники в ринге показывают жесткую, бескомпромиссную борьбу. Начинают с самых маленьких, которым едва исполнилось 10 лет. Но им есть за что биться. Не только за золотые медали чемпионата и первенства города по кикбоксингу, но и за попадание в команду, которую представит Орловская область на всероссийских соревнованиях в Вильце, которые пройдут уже в следующие выходные. Ледниковый период пришел и в наш регион. На льду туристического комплекса «Грин» за неделю прошли два кастинга, на которые могли прийти все желающие. От профессионалов до тех, кто едва научился держаться на коньках. Совсем скоро пройдут полуфиналы, но обо всем по порядку. О том, с каким же настроением подходили орловчане к выступлениям на льду, смотрите далее. Здесь все переплелось. Сказка, привезенная в Орел в лице ледникового периода. Фиона, катающаяся на коньках вместе со Шреком и Волком, абсолютно не стесняются сотен орловчан, пришедших на первый отборочный тур. В таком волшебстве даже недружелюбные персонажи становились добрее к окружающим. А тем временем на льду 9-летняя Вика Наумова, будущая звездочка орловского фигурного катания. Два года ледовых побед и поражений позволили ей выступить на орловском ледниковом периоде на высоком уровне, но волнение в некоторых моментах все же сказывалось. Все получилось сделать или нет? Нет, я у баллов. Почему? Я не смогла учить. А сколько тебе судьи баллов насчитали? 40 баллов. Как ты думаешь, этого достаточно? Я думаю, да. Вот мне немножко стыдно, первым трём участникам я ставил максимальную оценку пятерка. А потом нашел, что там еще есть шесть. Поэтому я начал шестерки ставить. Следующее выступление парное. Симбиоз профессиональной фигуристки с 15-летним стажем и ледового дилетанта отметили и зрители, и жюри. Совместный номер готовили около недели. Как долго готовили конкурс и вообще? Как долго готовились? Что представляли на льду? На самом деле мы почти не готовились. Это было все внезапно распланировано. Тяжело было от партнера добиться идеального катания или нет? На самом деле, да, было тяжело. Я сегодня была в шоке, на самом деле. Но все равно мы сделали это. Среди десятка выступлений были серьезные и комичные, простые и по-настоящему экстремальные. Что сказали судьи? Я слышал, кому-то не понравилось? Мне понравилось то, что как бы под фигурное катание не подходит. И это отдельно, без спорта надо номинации, значит, как бы экстрим. Поэтому подстраховался, без репетиции пришлось выступать с Оргой Сергеевной. На всякий случай, думаю, потому что вдруг вообще нас не пропустят. Зрители, пришедшие в этот вечер на арену Мега-Льда, но так и не решившиеся надеть коньки, с замиранием сердца переживали за взлетами и падениями участников. Молодцы. Очень приятно, что в Орле есть такие люди, которые занимаются профессиональным спортом. Почему вы здесь сидите, а не на льду? Ну, каталась один разок. Вот у меня дочка занимается, катается. Очень красивые молодые девчонки. Вот, поэтому приучаю молодое поколение к спорту. Но мы, наверное, все-таки на хоккей. Завораживающее, яркое и беспрецедентное шоу, аналогов которого в Орле еще не было. Если вы молодые, вам от 6 до 75 лет, но вы по каким-либо причинам не успели сегодня прийти и принять участие в отборочном туре, не отчаивайтесь. Ровно через неделю у вас еще будет такая возможность. И, возможно, кто знает, именно вы станете победителем этого ледникового периода. Полуфинал ледникового периода пройдет меньше, чем через две недели. Финал же состоится 17 декабря. Что хотеть пожелать участникам сегодняшним, которые будут во втором отборочном? Конечно же, попасть на настоящий ледниковый период. Ну, в том плане, не чтобы на нас ледник упал, и мы все замерзли. И несколько слов о том, как же провести ближайшие выходные. В субботу, 22 ноября, самые сильные люди Орла посоревнуются в поднятии тяжестей. Открытый Куба города по тяжелой атлетике по традиции пройдет на базе Дюш-Атлант. Соревнования проводятся в 8 весовых категориях. От 56 килограммов до 105 и более. Начало соревнований в 11 утра. Начиная с пятницы и до воскресенья в городском спортивно-оздоровительном центре пройдет чемпионат и первенство Орла по боксу. В соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из сборных команд городов. Москвы, Брянска, Курска, Тулы, Карачева, Железногорска, Орла, а также Ингушетии и Белоруссии. На этом время нашей программы вышло. Увидимся в следующий четверг на Первом областном. Смотрите нас на сайте obladin.ru. Туда же вы можете присылать все спортивные новости. И помните, как любил говорить американский автогонщик Бобби Ансер, никто не помнит того, кто финишировал вторым. Кроме того, кто именно финишировал вторым. Так что я с вами прощаюсь до новых встреч и, конечно же, до новых побед. Пока. Субтитры подогнал «Симон»